привет всем владельцам цифмота смотрите что у меня там лежит интересненького но об этом чуть попозже зашел значит недавно в статистику своего канала у меня оказывается там 80 процентов кто меня смотрит все смотрят меня зайцем да то есть без подписки без лайков вообще просто так ну что ребят короче для вас новый челлендж значит для всех новых подписчиков каждому подписчику вот такой стильный брелок на квадроцикл или на ключи вот смотрите как он смотрится не царапает значит он пластик вот это вот поцарапывалась вот ключа который висел здесь изначально так что ребята подписывайтесь на канал каждому кто подписался вот такой брелочек пишите мне значит в контакте либо же внизу в комментариях пишите я подписался на канал хочу брелок конечно же тех кто у меня уже подписан на канал значит для вас другое задание значит есть такой канал про cf moto тоже значит я ссылочку на него вот здесь вот оставлю тут сейчас картиночка будет на него и ссылка на канал в описании подписывайтесь на тот канал вячеслава елисеева насколько я помню значит и то же самое получайте брелок на свой квадроцикл так но мы едем дальше смотрите что у нас тут есть это небольшой анонс что у нас сегодня будет и что будет следующих видео так значит сегодня мы меняем трос на лебедки на вот такой вот синтетический значит обслуживаем ребеночку туда забиваем смазки побольше чтобы водичка не попадала и что касается следующих видео смотрите какая штука это у нас диагностический разъем с обиде 2 контроллером контроллер обиде 2 был значит у меня до этого в машине вот это я заказал на алиэкспресс будут тестировать я буду проверять какие программы что там как в общем смотрите в ближайшее время ну и конечно же вот у нас пришла мне наконец-то керамика на 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 гибрид технологии там все дела ну да не суть смысл в том что это именно та керамика которая покрывал квадроцикл русской механика и вот именно вот этой вот этим составом так что смотрите в следующих видео будем покрывать вот этот квадроцикл вот вот так выглядит не покрытый а вот так вот выглядит покрытый видите тут матовая тут становится глянцевая все все царапки убираются все становится идеально так ладно давайте хватит тянуть кота за причинное место погнали делать лебедочку ну что тут снимаем защиту особо об этом разговаривать нечего значит откручиваем мы сначала питание от лебедки лебедка у нас кстати неплохая да есть лучше конечно лебедки но неплохая лебедка 3000 лб это тяговые усилия что касается вот этого устройства пока не пришла у меня значит губа такая специальная для синтетического троса буду использовать пока эту то есть в принципе можно оставить можно заменить на такую на губу специальную для синтетического троса тут как бы я считаю что принципиального отличия тут нет может быть даже это вот в чем-то и лучше то есть можно более наискосок его тащить чем через губу такую накладную так ну и что в итоге мы имеем вот это вот крепеж вот здесь у нас и вот там сверху то же самое и вот сверху еще у нас крепеж лебедки в принципе на 4 болта некоторые рукодельцы умельцы там и не знаю там откручивают лебедку вытаскивают ее в бок ну я не стал короче мучиться просто открутил защиту и тогда у нас доступ появляется а вот кстати после последней моей покатушки смотрите еще защиты случилось алюминиевая защита конечно да а вот кстати фоточки прибыли мы на место с последней там к сожалению у меня была неисправна экшн камера и полного видео не получилось сейчас небольшой отрывочек ставлю пока вы там чай кофе пьете как как мы приехали и сколько мы проехали ради чего это было там и подводная съемка была и то и все но в итоге короче была нет форматирована флешка и все записи пошли коту под хвост ну а мы продолжаем тут разбирать лебедку значит как вам кстати такой формат видео когда тут еще что-то вставляется имеет место быть или нет там голосовал очка тоже прикреплю проголосуйте если вам будет интересно там допустим пока я что-то делаю здесь там чтобы у нас на экране было бы ну как бы какое-то параллельное видео шло у нас и так мы значит ключом на 14 откручиваем здесь крепеж ну и там остальные крепежи демонтировали мы значит тросоукладчик никаких вопросов в принципе не возникает открутили лебедку лебедка вытаскивается с левой стороны выворачиваем колеса справа точнее про справа стороны ну смотря как смотреть и вытаскиваем лебедка сюда вот в бок достаем достаточно тяжелая в основном из-за того что тут конечно же трос металлический и вот она пожалуйста так вот все это дело выглядит ну тут написано максимальная нагрузка всякие разные предупреждения рисунки не более пяти минут ее вращать не поднимать и груз и так далее так что скручиваем трос отсюда скручиваем трос смотрите видите вот тросу ну блин да очень мало тросу то есть им практически не работали но тем не менее он уже распушен и вот об это вот вот об это вот вещи вот об эти вот вещи повреждаются руки то есть очень аккуратно надо работать с тросом обязательно в перчатках и я не понимаю вот эти вот вот эти компании которые понимаете вот пор продают лебедки с металлическими тросами без пульта пульт стоит копейки ну если блин лебедка стоит 15000 ну что неужели нельзя блин трос нормальный да и пульт туда вложить ну вот такая вот маркетинговая политика то есть дело не в том что сколько стоит товар а дело в том что чтобы вы покупали еще дороже то есть вот мы вам предлагаем допустим там за 15000 но там будет с тросом да вот допустим а вот с металлическим тросом да а вот за 20000 ну то есть понимаете да значит трос мы смотали тут чтобы вытащить трос вот здесь вот шестигранник шестигранником нужно его открутить и трос отсюда вытащится соответственно когда мы сюда уже вставляем синтетический трос то же самое мы его сюда вставляем в это отверстие и закручиваем это все дело на шестигранник ну а что касается троса укладчика значит выяснилось что у меня нижняя часть вот так вот лопнула и видите она немножечко от троса повреждена то есть нужно менять обязательно ну пока вот не пришел новый трос укладчик восстановлю этот смажу направляющие внутри вытаскиваем болт смазываем там внутри направляющую набиваем солидолом и и вот это вот то что повреждено тросом наждачкой обрабатываем чтобы у нас этот самый синтетический трос не повредился но прежде чем прежде чем у нас я намотаю сюда синтетический трос я сейчас ее разберу и забью солидолом вот это вот редуктор у лебедки ну ребятку на значит разобрана придется разбирать ну полностью то есть открутить все болты не получится так что там допустим где-то что-то оставить то есть у нас вот здесь шестеренки там как я помню планетарная что ли передача это называется что-то ну не будем вникать там в особенности технически смысл в том что вот сальничек который не пропускает влагу должен не пропускать влагу и вот он у нас не всегда справляется со своей задачей особенно когда вот как вот здесь допустим очень много грязи соответственно на самой катушки здесь тоже грязь набивается и если у вас квадроцикл полностью в воде по самую лебедку то ну вода сами знаете дырочку найдет ну и поэтому регулярно смазывайте вот это вот эта процедура она хоть и муторная но тем не менее требуется для лебедки если вы не хотите лебедку выкинуть уже там через год ну некоторые мудряются на одной катушке лебедку сосать значит а мы чтобы добраться до шестеренок значит откручиваем еще здесь два болта и с этой стороны тоже два это вот присказка про кашу с маслом ну вот это наверное тот случай потому что чем больше здесь смазки тем меньше шанс что влага попадет внутрь у меня тут небольшая печаль уплотнительная резиночка перестала быть уплотнительной поэтому внимательнее еще раз внимательнее у меня по моему есть где-то запасная надо будет сюда и пола проложить ну а так вообще значит вот одна передача и сверху неё сейчас я поставлю вторую передачу так вот так вот все аккуратненько сюда ставится и попадаем ошибиться в принципе можно ну тогда не соберется у вас все это дело вот так вот ставится и еще чуть-чуть смазочки забиваем сюда чтобы она соответственно вращалась уже на смазке ну чуть-чуть чуть-чуть может быть выдавит смазку когда будете собирать но потом пройдетесь тряпочка сейчас мы разберем эту сторону и сделаем там тоже самое в общем у вас должен получиться вот такой вот бутерброд то есть то есть вы открыли там все смазали до посмотреть что там воды не было и вот здесь обязательно смазочки набить чтобы вода попавшая через вот это уплотнительное кольцо дальше не пошла ну как бы максимально обезопасить себя от этого что касается вот этого уплотнительного кольца там сальничка да то есть он у вас здесь должен быть смазан здесь смазан потому что это трущаяся поверхность а вот та не трущаяся поверхность должна быть насухо вытереть и надо ее то есть чтобы у нас именно здесь вращалась вот это вот барабан здесь он будет тереться и ее надо смазать вот там в барабане я уже показал все в принципе давайте собирать обратно и значит наматываем мы трос сюда послушайте сейчас кстати как данным мы не послушаем одной рукой даже тяжело сейчас я не проверну через эти два но общем смысл в том что она должен быть не звенящий звук а такой вот как будто он в масле там вращается накручиваем накручиваем давать барабан уже до собираем и ставим обратно так ребята работа закончена обслуживание произведено везде смазочка забита лишняя влага удалена все сальники обновлены значит последний штрих закручиваем значит вставляем сюда трос и закручиваем винтик потом устанавливаем лебедку на место и тут самое главное не забыть как у нас проходит трос вот это кстати новенькое что-то раньше не было такой штучки но это наверное типа ограничителя чтобы дальше не отматывал чтобы ты видел где у тебя заканчивается лебедка ну и как всегда кто считает видео полезным ставьте лайк кто считает видео бесполезным ставьте дизлайк выигрывайте ценные призы подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на канал моего друга который тоже рассказывает про cf moto всем удачи на бездорожье всем пока